В эти трудные времена я хотел бы напомнить вам об одной очень простой вещи. Мойте ваши руки! Я и так уже ношу перчатки, мне ни к чему твоё грёбанное мойте руки. Слушай сюда, ты маленькая вредная особа. Только потому что ничто в этой комнате не может тебя убить, не значит, что я не попробую сделать это медленно. Сделать это медленно и болезненно, насколько возможно. Ты перебиваешь меня, закрой свой рот! Не значит, что я не попробую сделать это медленно и болезненно, насколько возможно. Мой большой палец. Мой палец так сильно болит. Почему ты... В середине моего дубля, какого хера? Что скажете, леди и джентльмены, и эти разноцветные полоски между ними? Готовы ли вы к невероятному приключению в Angel Dust секс-похождение? А, я думал, ты имеешь в виду секс-приклю... Не-не-не-не, никаких разговоров, пока я рассказываю, дорогуша. Ну ладно, да, конечно, перебивай меня. Остановились мы с вами на том, как наш герой, паук в коротком подходи-сюдотопе, только что вернулся со своих жарких похождений в котельную его квартиры. Давление нарастало, и прежде чем достигнуть своей вершины с горячим выпуском, он вызвал сантехника. И, конечно же, лишил его свободы. И теперь нашего невероятного героя ждёт новое приключение в его логове грязного разврата. Какой же непредсказуемый оборот нас ожидает? Боже, это был такой длинный день. Что же мне теперь делать? Возможно, мне стоит проверить, смогу ли я засунуть этот горячий огурчик в свою задницу. Потому что это именно то, чем занимаются такие люди, как я, в свободное время. Внезапно послышался стук в дверь. О, боженьки, кто бы это мог быть у моей двери? Я надеюсь, это мой непристойный джентльмен стучит сюда, чтобы... Что за... Я так не разговариваю. А ну читай! Джентльмен стучит сюда, чтобы предложить мне веселье, которого я так отчаянно жажду. Но, о, дорогие слушатели! Это был не тот достойный посетитель, которого он ожидал, о, нет! На деле же это был не кто иной, как лихой почтовый служащий. Пришедший сюда по особенному телу! О, вот это я понимаю. Эй, крошка, вот эту посылочку принять. Надеюсь, она не срочная. На его лице отчетливо читалось полное замешательство. Но почтальон ничего не сказал. У него перехватило дыхание. Он неторопливо дотянулся до шва своих брюк. Да? Он пошарил там глубоко, дразняще доставая руку. Да? И, наконец, он показал цель своего визита. Да? И это была телеграмма! Ха-ха-ха-ха! Оу, да, детка! Стой! Что? Оу, да! Мать нашего героя была похищена! Бандычи-пиличейн! Какой ужас! Какой фарс! Да это же конфликт с рейтингом от 13 лет! От нашего спонсора, Сайберкэт Студио! Ладно-ладно, тайм-аут! Что это за хрень вообще? Я, значит, щедро одарил его чаевыми, а он уходит? И я даже не чпокну почтальона? Чёрт возьми, почему меня динамят даже в порно? Ведь это радио, мальчики и девочки! Да, но, типа, где же вообще вся соль? Где же весь секс? Не понимаю! Всё ты понимаешь! Это должно было быть порно! Ты стерильно-девственный мудила! Ой, да ладно тебе! Это же радио! Подумай же о цензорах! Максимум, что ты услышишь... Максимум, что ты услышишь, это как в эфире шлёпаю тёплую дыню! Субтитры подогнал «Симон»!